Я вас всех приветствую и от всей души благодарю, что несмотря на ваши все дела, вопросы, хозяйственные заботы, которые у всех велики, летом вы все нашли время, возможность приехать сюда к нам и посмотреть, как здесь мы живем в нашей органической, так сказать, среде. Действительно, хозяйство Беатория отличается своей многопрофильностью и широконаправленностью. Действительно, так Бог нас свел с Светланой Николаевной, что я из кабинета выходила, она заходила, и мы сразу поняли, что мы будем дальше работать вместе, что мы уже неразлучны с этого момента. И благодаря таким, как Светлана Николаевна с Александром Владимировичем, хозяйством и еще ряду других основоположников пошла энергия в это русло. Она у нас складывается из производства, из науки. Из подготовки кадров, из переработки, из действительно сейчас у нас и животноводства. Сейчас органика Воронежской области уже приобрела некие очертания готового продукта. Сейчас, если нас спросят, а если у вас вот это, мы скажем, да, конечно. А если у вас вот это, мы скажем, да, конечно. Конечно, шесть лет назад такого у нас не было, но у Светланы Николаевны есть девиз, он называется «Только вперед». И мы останавливаться не намерены, и мы в этом абсолютно солидарны всеми вместе и всегда рады новым нашим участникам, которые приходят, которые горят глаза и говорят, я всю жизнь так жил, и я не знал, что это поддерживается в нашем правительстве, в Минсельхозе. Я не знал, что есть такие же, как я, я так рад, возьмите меня к себе. И дай бог, чтобы таких хозяйств у нас становилось все больше и больше. По всей стране ссылаются на опыт Воронежской области. Вот, что бы вы могли выделить из мер поддержки органического направления? Ой, тут можно просто отметить, что в Краснодаре миллион, а у нас сто, и на этом остановиться, в общем-то. Сто миллионов. Сто миллионов рублей выделяется на органику. В этом году выделено на органическое производство. В Краснодаре миллион. Вот и все. Будем освоивать. Да, поэтому у нас есть деньги в бюджете на органическое направление. В этом году к нашим традиционным направлениям компенсации препаратов 50% разрешенных в органике и 100% сертификации добавляются две меры поддержки. Это, значит, субсидирование приобретения животных в этом или в прошлом году органических сертификатов, а также субсидирование договоров, консультирование органического производства. То есть те, кто получил консультацию у квалифицированных агрономов, либо хозяйств, либо научных учреждений, получают 50% всехозпроизводителей от стоимости этого договора. Это, опять же, желание не наше, не правительство области, это желание людей, которые собираются, и наше руководство всегда слышит их и поддерживает. Поэтому меры поддержки у нас основаны и взяты из мнения народа, даже не из мнения, а как бы из желания наших фермеров и сельхозпроизводителей. Так вот мы и работаем. Анна Валерьевна, вот в Воронежской области больше всего сертифицированных органических хозяйств, да? Можете назвать, сколько сейчас их есть и сколько в конверсии? Сейчас в моем списке 31 хозяйство, 18 сертифицировано, остальные в конверсии. По площади это 7800 органика, остальные до 12900, сами досчитайте, это конверсия. У нас есть крупноконтурные хозяйства, у нас есть мелкие фермеры, есть совсем маленькие. И на днях появился человек, увлеченный органическим мицелием, который занимается тем, что селекционирует штаммы грибов. Я такого вообще еще не видела. Он говорит, я уже нашел рис, солому рисовую органическую, еще что-то там все нашел. Гост прочитал, с органами по сертификат связался, что мне дальше делать? Я говорю, вот это да, вообще просто. Понимаете, органические мицели, то у нас возникает органический виноградник с вином, то у нас возникает что-то еще какое-то невероятное вообще, откуда что берется, понимаете? Это вот, ну, я считаю, что не просто как бы слаженная работа и сарафанное радио, а действительно вот люди, многие живут, и они не знают, как себя применить. Вот они чувствуют, что они чего-то хотят. Вот, но я еще раз говорю, что здесь нужно просто сделать первый шаг. А мы поддержим, подхватим и понесем дальше. Вот как-то так. Анна Валерьевна, скажите, пожалуйста, как вам удалось убедить правительство выделять так много средств на органику? Потому что... Я не хочу убедить другие регионы, но все-таки в других регионах у чиновников возникает справедливый вопрос. Ну вот, а что, а другая продукция? Ну что, плохая, некачественная? Тоже ж люди работают, выращивают и овощи, выращивают и зерно. Ну вот, первостепенная задача видеть поддержку молочного животного. Вот какие были у вас аргументы? Как вам это удалось? Я на этот вопрос вообще бы хотел, чтобы ответили мои коллеги, друзья, вот которые здесь находятся. Как бы вы сказали, вот те, кто воронежские органики, что это такое за качество? Я не знаю, как это назвать. Жизнь. Это дружный коллектив. Это наша такая семья, в которой мы все работаем. У нас всегда, если возникают вопросы, мы решаем их в секунду. Благодаря тому, что у нас куча чатов. Анна Валерьевна, Светлана Николаевна, с моим опытом. Все, все. Прецепт простой. Да. Вот этот коллективный разум энергетический, вот этот, ну, можно сказать, и Грегор, да, не знаю, как его назвать. Вот это что-то, нечто такое. Я бы не побоялась этого слова. Духовно-материальное начало всего этого, да, то есть не материальное, а духовно-материальное начало, потому что без этого оно бы не состоялось. Органика сама по себе нерентабельна во всем мире. Вот. Но благодаря тому, что люди с открытым сердцем идут сюда, они, ну, как бы готовы нести какие-то потери, они готовы нести затраты. Ну, у нас как-то так получается, что даже если где-то проседаем, где-то в другом месте раз, и тебе что-то дается. И вот как-то всегда, знаете, выживаем. И, естественно, как бы вот этот весь энергетический посыл, я думаю, что наше руководство тоже не чуждо, они же все-таки тоже люди. Губернатор у нас очень лояльный человек. Он реально как бы сам очень в этом направлении. Даже в последнем заседании, когда он перед Думой отчитывался за прошлый год, он выделил органическое направление и сказал следующие слова. Он сказал, вот вы многие не верили в то, что это может вообще развиваться, но тем не менее он произнес вот эти все цифры и факты, которые вы назвали. Так что идем дальше. А имея такую поддержку в виде, в лице нашего губернатора, дай бог ему здоровья, пока он как бы есть, нам ничего не страшно. У нас, я вам скажу, по финансам, ну, как бы закладываем планы. Ежегодно к этим деньгам прибавляются еще деньги. И у нас от года количество финансов, выделяемых на органику, растет. Вот. Это заложено во всех программах, это заложено в бюджете Воронежской области и так далее. Вот так. Ну, я бы хотела здесь добавить, я думаю, что мы-то вот кто... Микрофон можно, чтобы у нас запись. Есть. Мы же знаем, как мы начинали, с тем, которые были наши единицы, которые пришли в органику, именно производители маленькие, да. Вот. У нас же, когда началась эта поддержка, как мы доросли до таких сумм, да. Мы начинали с 10 миллионов, то поддержка, которую сказали, из областного бюджета нам помогут. Определили сумму первого года, это было 10 миллионов на сертификацию, на биопрепараты. Я думаю, она растет только потому, что есть результат, именно... Кузнечик органический. Да. Есть результат в том, что даже правительство видит продукты, которые появляются на полках. Они сами эту продукцию и употребляют, и численность сертифицированных наших хозяйств растет, поэтому и финансовая помощь, она растет в прогрессии, так как мы работаем и даем качественный продукт. Да, нету во многих направлениях рентабельности, но, опять же, ее нет, потому что мы ее еще не нашли. Но мы ее найдем, если мы будем двигаться туда. Редактор субтитров А.Семкин